Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня у нас в гостях Роберт Саттон, книга «Не работайте с мудаками и что делать, если они вокруг вас». Количество слов «мудак» в этом обзоре, к сожалению, будет зашкаливать, поэтому уберите, наверное, детей от экранов и, пожалуй, начнем. Роберт Саттон – профессор наук управления в школе социальной инженерии Стэнфордского университета и исследователь в области управления на основе фактических данных. Это означает, что он очень часто либо сам проводит какие-то социальные эксперименты, либо принимает в них участие и их описывает, поэтому в книге очень много вот таких вот кейсов социальных экспериментов. Если вам это нравится, то я думаю, что она вам зайдет. По моему субъективному мнению, первая часть про «Не работайте с мудаками» профессору удалась гораздо лучше, чем вторая про то, что делать, если они вокруг вас. Обо всем по порядку. Значит, оригинал этой книги был издан в 2007 году. Миф переиздал ее на русском языке, Манн Иванов и Фербер, в 2015. Книга рассказывает о том, как справляться с трудностями в коллективе и объясняет правила эффективной коммуникации со сложными людьми. Я думаю, что она будет полезна как сотрудникам, которые оказались в непонятной ситуации и рядом с ними за столом сидит какой-то мутный тип, раздражающий их и постоянно влияющий на их эмоциональное состояние, так и руководителям, которые не могут понять, почему коллектив начал разваливаться, что с показателями и чего они все время бегают на курилку. Те, кто слушает обзоры в формате «10 фактов, 3 задачи» не первый раз, наверняка знает, что периодически вместе с книгой я открываю бутылочку хорошего вина. Сегодня вина не будет. Ну, во-первых, потому что тема работы с мудаками, это не под бутылку вина, будет капучинка, во-вторых, потому что раннее утро 28 ноября, морозное, впереди рабочий день, много задач, поэтому нужно быстренько разобраться с мудаками и двигаться. Это еще и поможет нам сократить время на вступление. Признаки мудаков. Значит, Сатан говорит, вас могут окружать два типа мудаков. Они бывают временные, бывают постоянные. Значит, представители первой категории, это, как правило, просто люди с плохим настроением. Они могут вас ситуативно окружать где угодно, по дороге на работу, в Макдональдсе, среди контрагентов. Просто вот так сегодня случилось, что там утром порвался шнурок, потом кто-то ему нахамил, и он решил в ответ сорваться на вас, а вы его записали в когорту вот этих вот самых мудаков. Время от времени каждый из нас может таким стать. А вот вторая группа, это как раз те, кого Сатан называет отборными негодяями. Они, как правило, выбирают эмоционально слабых оппонентов и, как правило, выбирают оппонентов ниже по рангу. После общения с ними вы чувствуете какую-то необоснованную вину, чувствуете унижение, усталость. Их еще принято называть энергетическими вамбирами, потому что, ну, после них хочется сесть и сутки просидеть не вставая. Как правило, Сатан говорит, что в арсенале заядлого мудака несколько основных инструментов. Это оскорбление, это угрозы, презрение, грубость и сарказм. Вот насчет последнего я вообще ничего не понял, потому что с каких это пор с одной стороны, с каких это пор сарказм является признаком мудака. А с другой стороны, ну, может быть, это я просто провалил тест. И, кстати, по поводу теста. Роберт говорит, что понять, мудак перед вами или нет, очень просто. У вас, в общем-то, на два вопроса вы должны ответить. Вопрос первый. Чувствуете ли вы себя угнетенным, оскорбленным, выдохшимся и каким-то униженным после разговора с этим самым предполагаемым мудаком? И есть ли у вас чувство вины? А второй тест, когда вы созерцаете поведение какого-то человека со стороны, обратите внимание, выбирает ли он в качестве объекта вот своих этих нападок человека, чаще всего, человека менее влиятельного, чем он сам. Если эти оба ответа на оба вопроса у вас как бы положительные, то, скорее всего, ставьте галочку, значит, что рядом с вами тот самый вредитель внутри коллектива. Очевидно, что работающие фирмы мудаки, они вредят самой организации. Точно также вредят по двум направлениям. Во-первых, если вы внутри и вы сотрудник обычный, вас будет угнетать постоянные вот этот вот, постоянные конфликты, разногласия, поиск каких-то виноватых, там кулуарные какие-то переговоры постоянные и это приведет к низкой продуктивности и плохим результатам работы. А это уже в свою очередь повлияет на вас, если вдруг вы руководитель и не можете понять, почему коллектив разваливается, почему у вас там плохие какие-то показатели, постоянные склоки и все ищут виноватого. Вообще, я бы вот на месте переводчиков, тех, кто переводил текст Сатана, я бы как-то попробовал заменить слово мудак на токсичный чувак. Вот мы очень часто слышим словосочетания про токсичных людей, которые отравляют вокруг себя еще атмосферу и мне кажется, это идеально подходит под описание определения мудак именно в этом контексте, потому что это не просто влияние на вас, как на отдельного там человека, то есть он не работает никогда один к одному, он всегда вокруг себя отравляет атмосферу, всегда вот эта токсичная среда разрастается вокруг мудака, если он только не ситуативный и всегда исходом будет очень фиговые результаты работы самого коллектива или его развал, если вы там не отвечаете за его сохранность, а просто вы в общем-то сотрудник, вы обязательно уйдете из такого коллектива. Ну и стоит еще отметить, что плохой коллектив это как правило отталкивающий фактор при трудоустройстве новых сотрудников, поэтому можете забыть о том, что у вас появятся какие-то новые сотрудники перспективные, что начнет слава идти о компании по миру и собственно вы на этом все и закончите. Чтобы такого не случилось, нужно превентивно принимать лекарства от мудаков или лекарства, давайте будем называть их от токсичных сотрудников. Так вот, писатель утверждает, что личные качества работника, они должны для того, чтобы превентивно как бы вычленить этого токсичного человека из общего количества сотрудников, личные качества должны оцениваться наравне с профессиональными. То есть недостаточно, чтобы человек очень хорошо выполнял свои задачи, если он сидит в одном офисе на 10, 20, 50, 100 человек и при этом является откровенно неподходящим вам по личным качествам. Избавляться от таких людей можно, если устранить причину их вот этого подлого поведения. Если причину устранить получается, это значит, что перед вами был какой-то ситуативный, токсичный чувак и, в общем-то, ну, просто это были какие-то субъективные факторы, которые там плохое настроение, может в семье что-то случилось, которые его заставляли вести себя так непродолжительный период времени, он, как правило, от этого не кайфует, поэтому это будет легко сделать путем обычного разговора. Если же это не помогает и этот токсичный чувак продолжает терроризировать остальных членов команды, втягивать их в какие-то непонятные дискуссии, то и объяснение о том, что он переходит все границы не помогает, нужно его увольнять. У Батырева в 45 татуировках менеджера есть очень крутая цепочка, которая выглядит, цепочка работы с любым из сотрудников, которая выглядит следующим образом. Учить, лечить, мочить. То есть вы сначала очерчиваете нормы поведения, правила приличия и доступности, чего может делать и чего не может делать токсичный человек в коллективе. Если вдруг он их нарушает, вы пытаетесь его вылечить, если это не получается, лечить не значит терпеть его два года, просто пытайтесь с ним поговорить, еще раз ему четко дать понять, как нужно себя вести. Если это не получается, то нужно мочить в том смысле, что избавляться от этого человека. Обратите внимание, по мнению Сатана, очень частой причиной появления вот этих вот токсичных чуваков является большой разрыв в иерархии кампании. Люди, которые наделены властью, они как бы проще становятся мудаками, и Сатан рекомендует сокращать эту разницу между начальниками и подчиненными. Тогда вроде бы как не должно, вот эта вот разница не должна отображаться на их поведении. С этой точки зрения вспоминаются холократичные структуры, которые очень сильно исповедовал шей в запасе, ну и вообще это становится сейчас модным, так называемые горизонтальные структуры, которые собираются под проекты, где нет начальников и подчиненных, где все равны, есть просто менеджер проектов. И, кстати, один из очень крутых кейсов, который мне запомнился из этой книги, он как раз про то, что Сатан, по-моему, он проводил это исследование, или, может быть, он просто там был как один из участников, ассистент, они брали студентов, группа из трех студентов, они обсуждали, эта группа должна была обсуждать любые там вопросы какие-то, но смысл был в том, что в этой группе один человек случайным образом выбирался для того, чтобы оценивать чужие аргументы, то есть он был таким судьей или начальником, и в результате в абсолютном количестве групп, наделенные таким правом студенты, чаще нарушали нормы общения. Они это оценивали по тарелке с печеньем, он чаще всего забирал самую большую порцию печенья, ел чаще всего не самым приятным образом, там чавкал, крошил, в общем, вел себя как токсичный человек. И вот на основании этого ученые вывели, в общем, такую закономерность, что если вы сокращаете разницу между сотрудниками в иерархии компании, то вы как бы нивелируете возможность появления мудаков, ой, токсичных сотрудников в вашей компании. Ну и, конечно же, старайтесь вести умелую дискуссию. Это тоже очень важно, когда вы поощряете рождение истины в споре, когда члены коллектива умеют правильно спорить, тогда риск появления токсичности внутри коллектива снижается в разы. Дискутировать нужно, учиться конструктивно, опираясь на суть проблемы, учиться не критиковать людей, а критиковать мысли, учиться выражать свою точку зрения цивилизованно и, в общем-то, не скатываться на персонали в этот момент. Это не получится с первого раза. Как правило, дискуссии менеджеры учат своих менеджеров как бы выполнять максимально корректно, точно и полно на различных стратегических сессиях, когда собирается несколько групп и несколько различных иерархий, и они все равны между собой, и они учатся дискутировать. Чуть-чуть запутанно, я это все пытаюсь объяснить. В общем, суть в том, что у вас не получится с первого раза внутри компании наладить, вот вы пришли и говорите, все, с сегодняшнего дня дискутируем прямо цивилизованно. Нет, этому нужно будет учиться, и, в общем-то, ни один, ни два, ни три раза. Ответная реакция – это как раз про то, как распространяется токсичность внутри коллектива. зеркальные эмоции других людей не заставит себя ждать. Как только в коллективе начнется агрессия и презрение, в ответ будет либо угнетенность, но, в общем-то, тоже как бы угнетенное презрение, либо будет точно такая же зеркальная агрессия, и количество токсичных мудаков будет множиться, и негатив будет распространяться на всех участников. Автор считает, что в окружении вот этих самых токсичных людей вероятность пополнить их число стремится к 100% на протяжении какого-то периода времени, поэтому вы либо учитесь контролировать свое поведение и отгораживаетесь от этих людей, либо, если вы начальник, быстро их вычленяете, пытаетесь учить, лечить, мочить, пытаетесь их образумить, если не получается, сразу же от них избавляйтесь, потому что ответная реакция – это как раз и есть саморазрушающий механизм всего вашего коллектива. Ну, если вы сотрудник, то обычный наемный работник в коллективе, где случилась такая история, вы ее идентифицировали, то побег – это первое спасение. По мнению Роберта, лучше уйти из недоброжелательного коллектива как можно скорее, чем это все терпеть и пытаться делать вид, что ничего не происходит. Потому что работа, она не должна отбирать силы, она не должна портить нервы, и после того, как вы покидаете вот это удручающее место, можно успешно реализоваться в какой-нибудь другой компании с новыми сотрудниками, с понимающим начальством, с нетоксичным коллективом. Гораздо хуже, гораздо хуже, если вы руководитель, и вам бежать, в общем-то, некуда. Для вас побег – это самое последнее спасение. Как капитан, который покидает тонущий корабль, последний, вы должны сделать все для того, чтобы идентифицировать этого человека, для того, чтобы попытаться изолировать его, попытаться не допустить распространения вот этих метастаз-мудачества по всему коллективу. И только если ничего из этого не получилось, ну, тогда, в общем-то, бежать. Опять же, как вот этот молодой человек на слайде, который почему-то раскидал большую часть своих игрушек, но не хочет их убирать, точно так же и в общении с мудаками вам поможет эмоциональная отстраненность. Опять, этот слайд и этот тезис имеет место быть только если вы точно такой же по иерархии наемный сотрудник, ну, или ниже, наемный сотрудник ниже статуса мудака. То есть оградиться от пагубного влияния токсичных людей внутри коллектива можно. Вы, во-первых, не принимаете колкости и обиды близко к сердцу и не позволяете мудакам портить вам нервы. Это, кстати, в общем-то, я бы вот эту часть тезиса про эмоциональную отстраненность я бы посоветовал и руководителям. Нужно принимать решение с абсолютно холодной головой и трезвым расчетом. Если вы четко понимаете, что этот человек не ситуативный мудак, что он разлагает атмосферу и что он токсичен, его не получается вылечить, не принимайте это как вашу личную персональную обиду. Просто в этот раз не получилось. Избавляйтесь от этого человека и продолжайте свое движение дальше с абсолютно холодной головой, трезвым расчетом. Безразличие оппонента, если вы сотрудник, как правило, заставит вот этих самых токсичных прекратить конфликт и больше к вам не лезть. Ну, а если, собственно, эмоционально отстраняться не получается, то, и вы еще при этом, не дай бог, и руководитель, то рефлексируйте минимальное количество времени и так, чтобы это не было заметно, а все публичные решения все равно принимаете исключительно на руководство с логикой и трезвым расчетом. При этом все, ну, тоже, кстати, как бы продолжая тезис предыдущего слайда, не занимайтесь самобичеванием, помните о том, что бодрящий оптимизм всегда побеждает, не тот оптимизм, о котором говорится в книге «От хорошего к великому» в разделе про то, что оптимисты умирают первыми, а в том смысле, что неудачи на работе, они, как правило, временные, и поэтому едкие замечания со стороны начальника или какого-то вашего коллеги, они закончатся. Ну, или если вы руководитель, то чем быстрее вы разберетесь с этой ситуацией, то есть рано или поздно вам все равно придется как-то ее решить. Чем быстрее вы это сделаете, тем легче вы сможете смотреть в будущее с оптимизмом. Уберечься от разочарования, по мнению Роберта, могут вам помочь только реалистичные ожидания, соразмерные возможностям тех людей, на которых вы смотрите. Ну и, конечно же, это был бы не американский автор, если бы он не вынес отдельно тезис о том, что нельзя не попробовать, несмотря на непринятную манеру общения мудаков, нельзя не попробовать использовать их в своих целях. Они очень часто, они очень редко переживают о эмоциональном состоянии коллектива и сантиментах, но очень часто добиваются поставленных целей и идут на пролом. Суть в том, что если вы сможете повернуть энергию мудака и при этом мириться с его мудачиством в какое-то мирное русло, в нужное, то ее хватит, чтобы свернуть горы, пробить стены, и, в общем-то, из этого можно извлечь пользу. Это история про эффективную манипуляцию. Я не уверен, что у вас это получится с первого раза, и я не уверен, что полученный эффект позволит вам, позволит вам действительно, ну, как бы, в общем, что полученный результат оправдает затраченные на это усилия. Очень такая нестабильная, получается, субстанция. Такие вот были 10 основных фактов из книги «Не работайте с мудаками, что делать, если они вокруг вас, Роберта Саттона?» Три задачи. Да, наверняка вы знаете, что я все три задачи, да, собственно, как и 10 фактов, записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения, который специально создан для того, чтобы структурировать мысли из любой нонфикшн-литературы. В общем, по адресу буква.инфо.инфо.блок.букнот или просто там, перейдя на сайт, вы сможете почитать о нем больше. Если букнота нет, можете записывать в любой блокнот, просто структурируйте правильно на мысли так, чтобы потом из фактов вы могли вычленить три основные задачи, которые пойдете, закроете и получите максимальную пользу от прочтения этой книги. Мои основные три задачи. Первая – это идентифицировать мудаков в коллективе как можно раньше и, ну, по определенному набору критериев. И вторая задача выплывает из этого – прощаться, не раздумываясь вообще ни секунды с этим человеком. Нанимай медленно, увольняй быстро, идеально подходит к этой ситуации, только потому, что рано или поздно вам все равно придется это сделать. Только, может быть, уже слишком поздно в том смысле, что коллектив будет отравлен и, избавившись от одного токсичного человека, вы не решите никакой проблемы и вам будете вынуждены потом избавляться от всего коллектива и полностью перезапускать компанию. И третья задача – регулярно, самостоятельно проходить тест на мудака и, в общем-то, оценивать свое поведение с точки зрения того, как же я общаюсь с людьми. И может ли кто-то сказать о том, что я тоже являюсь представителем этой самой токсичной группы. Такая вот книжка на один-два вечера, не больше. Полезных кейсов, ну, вернее, не кейсов, а социальных экспериментов интересных достаточное количество. Основной тезис понятен. Логика того, что же делать, когда они вокруг вас, кроме того, что пытаться разобраться, вылечить или убежать, ну, особо ничего нового больше и нет. Проект «Читай быстро». Буква.инфо. Подписывайтесь на канал, на котором вы сейчас находитесь. Палец вверх, колокольчик, там, комментарий, колокольчик-комментарий, колокольчик-пальцов вверх. В общем, все то, зачем вы, как правило, приходите на YouTube. Проверить скорость чтения можно на сайте у нас, буква.инфо.рапид, это бесплатно, там, несколько небольших текстов, вы их читаете, потом отвечаете на вопросы и получаете сертификат, в котором указаны ваша реальная скорость и осмысленность чтения. Если захотите больше узнать про букнот, блокнот для осознанного чтения или нашей рабочей тетради, переходите на буква.инфо.рапид, и, в общем-то, там все это можно будет почитать, там же есть еще некоторое количество обзоров. instagram.bukva.info, там периодически разыгрываем букноты, выкладываем разные фотографии, бэкстейдж, и, ну, в общем, там иногда бывает тоже интересно, поэтому подписывайтесь. Таким был Сатан, такой была книга 2015 года выпуска. Через неделю будет что-то новенькое. Увидимся. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего дня. Пока.